Всем привет и добро пожаловать на highnews.ru. Сегодня у нас много интересных новостей из мира высоких технологий. Мы поговорим о гарнитуре Odyssey от Samsung в городе для имитации жизни на Марсе и много еще о чем. Итак, поехали! Компания Samsung официально представила гарнитуру смешанной реальности Odyssey. В продажу устройства должно поступить 3 ноября по цене 500 долларов, а предзаказы на него уже открыто. Гарнитура Samsung Odyssey снабжена двумя 3,5-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1440 на 1600 пикселей каждый. В устройство встроены наушники производства компании AKG, система отслеживания окружающего пространства и контроллеров движения, а также микрофон. Пользователь будет видеть виртуальную реальность с углом обзоров в 110 градусов. Гарнитура Samsung — шестая по счету из устройств, поддерживающих платформу Windows Mixed Reality и первая, которая идет в комплекте со встроенными наушниками. На прошлой неделе в японском городе Киото проходил международный форум науки и технологий, в рамках которого было заявлено, что на чемпионате мира по футболу в России гостей будут перевозить беспилотные транспортные средства. Безусловно, это будет происходить не повсеместно, а лишь в некоторых местах, для которых будут проработаны специальные маршруты. Но, тем не менее, возможность увидеть беспилотные автобусы в деле радует. О возможном участии беспилотных транспортных средств, разработанных КАМАЗом, сообщалось и ранее, но официальных подтверждений этих заявлений не было. Электробусы будут передвигаться со скоростью до 60 км в час и, судя по всему, смогут заряжаться на станциях, созданных отечественными разработчиками. Беспилотные автобусы КАМАЗа способны ездить по дорогам с автомобильной разметкой, поэтому в будущем их можно будет использовать практически повсеместно. Помимо КАМАЗа в России имеются и другие разработчики беспилотных транспортных средств. Среди них модульная платформа «Матрешка» от «Волга-Бас», которую можно превращать в небольшой пассажирский автобус или грузовик. А в Объединенных Арабских Эмиратах построят целый город для имитации жизни на Марсе. Стоимость реализации этого проекта составляет около 136 миллионов долларов. Новое муниципальное образование получит название «Марсианский научный город» и станет частью плана по созданию человеческой колонии на Красной планете к 2117 году. Площадь города составит 177 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из нескольких огромных футуристических зданий в виде купола, внутри которых разместятся лаборатории. Они займутся поисками решений в обеспечении пищей, энергией и водой марсианских колонистов. Также в городе будет находиться большой музей, посвященный важнейшим человеческим достижениям. Австрало-британский концерн Rio Tint недавно приступил к испытаниям первого в мире беспилотного грузового поезда. Проект «Автохалл», в рамках которого и были созданы несколько беспилотных грузовых составов, неоднократно откладывался из-за проблем с программным обеспечением автопилота. Но сейчас разработчики собираются запустить поезда уже в 2018 году. В рамках первого тестирования составы прошли около 100 километров, управляясь удаленно в сопровождении машинистов-контролеров, и один километр самостоятельно, без вмешательства человека. Это достижение показало, что автопилот способен стабильно работать и может справиться с поставленной задачей. Поезда, способные самостоятельно доставлять грузы, обещают сэкономить большие суммы денег. Если все пойдет успешно, в Rio Tint планируют запустить первый в мире беспилотный грузовой поезд дальнего следования. А на этом все. С вами была Фрост. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. Всем пока!